Приветствую вас и ваш сын, он проверяет границы дозволенного на данный момент и проверяя границы дозволенного, он смотрит, что он может делать в присутствии каждого из родных например, вас или, например, отца, или что-то еще, а чего не может? И вот как это видится мне, что он понял, просек, он просек, что с вами можно делать все, что угодно. И он это делает совершенно спокойно, совершенно свободно, он делает эти вещи и все, собственно, и ему нормально. То есть, нужно здесь вам, в первую очередь, именно вам, самой, определить для себя то, что вы можете своему ребенку позволить и не позволять ему этого. То есть, возможно, вы его баловали, возможно, что-то еще. Вот. Далее очень важно понять, что происходит с отцом. То есть, мы переехали к маме и где его отец. Ребенку нужна, нужен отец, нужна именно мужская такая вот твердость, нужно четкое понимание, что можно, что нельзя, и необходимость, чтобы ребенок видел мужскую модель поведения. То есть, если у него перед глазами только женская модель поведения, то он будет вести себя с большей долей вероятности, именно как делать девочкой. То есть, он будет ассоциировать себя в большей степени именно с девочкой. Вот. Я думаю, можно так ответить на ваш вопрос. Информации довольно мало. Вот. Очевидно, что другие люди позволяют ему меньше, чем вы. Очевидно, что с другими людьми он чувствует больше ограничений, чем с вами. И здесь требуется именно не говорить ему, да, не учить его именно. А один раз обрисовать границы, которые есть. Границы, которые вы сами устанавливаете. И просто все время придерживаются этих границ, не предавая их, не приступая их и так далее. И со временем ребенок научится их следовать, их уважнять и их держаться. Вот. Я так полагаю, что вы его просто избаловали. Ну и обязательно анализ ситуации в вашей семье, почему вы переехали к родителям и где отец ребенка. Потому что если есть какие-то проблемы в семье, то это очень сильно на детей влияет. Дальше попробуйте с ним договариваться, можно попробовать с ним договариваться, то есть спрашивать, вот, чего ты хочешь и, собственно, что он должен делать, чтобы получить то, что хочешь. Вот. Либо, либо, реагировать, так сказать, более адекватно, да, на его отступки. Не ругать, например, а, скажем, просто вести себя холодно по отношению к нему, если он ведет себя плохо и так далее. Но, вообще, основной момент – это именно границы, которые ребенок сейчас проверяет. Если он чувствует безнаказанность, то, соответственно, он делает все, что угодно. Ибо границ никаких у детей нет еще в этом возрасте. Также, мне обратно в глаза, что вы говорили про Одесский сад, что Одесский сад у него оплоп, медоплоп. И по какой причине медоплоп вы не написали. Но, исходя из того, что вы написали, я могу сделать такой вывод, что, собственно, вам не очень нравится и не очень приятно, что он с вами не в детском саду. И если так, то это тоже довольно серьезно. Если ребенок чувствует, что, например, он вам не нужен, допустим, или сомневается в том, насколько вы его цените, то это желание привлечь к себе внимание. Вот такое вот эстероидное поведение. Ну, здесь я полагаю, что можно согласиться с коллегой, и, возможно, вы недостаточно внимания ему уделяете. То есть для чего-то он пытается привлечь внимание других. Может быть, опять же, из-за того, что у вас были определенные проблемы в семье, например. Если эти проблемы действительно есть, то ребенок так пытается их как-то вот купировать. Ну, избегать, может быть, даже отвлекать себя от мыслей негативных, которые у него есть. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!